Привет, красотка! И сегодня у нас поистине важная, глубокая тема. Перед началом видео я приглашаю, как всегда, чего-нибудь выпить. Ничто иное, как вода, девочки, потому что сейчас во всей России творится жара. Когда мне пишут мои зрители из Волгограда или откуда-то еще, что у них там плюс 60 было на градуснике, я просто не понимаю, это как вообще? Это он сломаться должен ведь. У нас, например, в Екатеринбурге плюс 37. Все как бы хорошо. Поэтому обязательно пейте воду, восполняйте водный баланс. Сейчас это как никогда, мне кажется, важно. Вот чтобы за это видео вы минимум выпили две кружки воды. Пообещайте мне, пожалуйста. Окей, начинаем. Вообще-то настроиться нужно на серьезную тему. В этом видео я решила поделиться с вами 10 способами, как можно проявить любовь к себе действиями. Потому что очень часто мы слышим, как важно любить себя, как важно принимать себя, что это там, я не знаю, одна из составляющих вообще твоего успеха, твоей нормальной жизни. Но никто никогда не объясняет, а что это вообще такое и как это любить себя. И откуда возьмется эта любовь, если ее, например, нет. А кто-то вообще под этой фразой понимает какое-то самолюбие и эгоизм. Типа, я себя люблю, я лучше всех. Но нет. Любовь к себе это действительно как первая ступень, как основа для гармонии с этим миром, гармонии с окружающими людьми. Ведь если вы себя не любите, то почему кто-то другой должен вас любить? И важно в этой теме понимать, что любовь это в первую очередь действие. Есть любовь-чувство, но любовь-чувство это результат любви действия. И наоборот. Это очень такое важное, мне кажется, понимание и важное осознание. И больше всего мне нравится примерно эту тему из книги «Семь навыков высокоэффективных семей» Стивена Кови. Когда мужчина, обращаясь к автору, говорит, да, я понимаю, любовь это действие, Стивен, но ситуация, ситуация рознь. Вот взять мою жену, мы уже давно в браке, и кажется, чувства совсем остыли. На что Стивен отвечает, что совсем? Чувства пропали? Он говорит, да, вот именно у нас трое детей, нас очень волнует их судьба. Что вы мне посоветуете? И на что Стивен отвечает, любите ее. Он говорит, нет, вы не понимаете, я не люблю ее, у меня чувств больше нет, то есть все. А он повторяет, вот именно, любите ее. Я даже открыла эту цитату. Нет, вы не поняли, никакой любви больше нет. Тогда любите ее. Если чувство ушло, то у вас есть хорошая причина, чтобы любить ее. Но как же любить, если не любишь? Послушайте, мой друг, любить это глагол, который означает действие. Любовь-чувство есть плод любви-действия. Так любите же ее, служите ей, жертвуйте собой, слушайте ее, сопереживайте ей, цените ее, поддерживайте. Ну как, вы готовы любить ее? Когда впервые это осознание вошло в мой мозг, не просто поверхностно, а прям вот легло и, знаете, полностью распространилось по всем знаниям, которые есть уже в моей голове, у меня произошло некоторое изменение парадигмы мышления вообще. И я поняла, что есть две вещи, которые безумно взаимосвязаны, прямо пропорционально. Чем больше ты делаешь для человека что-то, тем больше ты его ценишь, тем больше ты его любишь. И наоборот, но когда вот этой любви становится меньше к чему-то, ты можешь ее вернуть тем, что будешь делать что-то для этого человека. Наш мозг не может понять, почему мы так много делаем для кого-то что-то, наверное, нам этот человек очень ценен и, наверное, он для нас важен. И мы начинаем его ценить больше, любить больше. Так вот, если это работает со всеми, то почему это не работает с нами самими? То есть, если как таковой любви к себе нет, а она просто так ниоткуда не возьмется, потому что ты прочитал где-то, что важно себя любить, то вы можете воссоздать эту любовь действиями к себе. Я поделюсь с вами десятью способами, как можно провести время, можно так сказать. Кстати, все это либо бесплатно, либо стоит очень недорого, и все это можно делать в пределах дома. Не забываем пить. И первое, что мне пришло в голову и что я написала в свой сценарий, это еда. Да, я очень люблю есть. Особенно я очень люблю есть красиво приготовленную пищу, красиво оформленную пищу, вкусно приготовленную пищу, здоровую пищу. И именно этому будет посвящен мой первый пункт. Можно приготовить для себя очень вкусное, красивое и полезное блюдо. Не для кого-то постараться, а именно для себя. Потому что очень часто на себя времени и желания как-то стараться особо нет. Девушки часто это говорят, когда живут, например, с молодыми людьми или там с мужем уже, если он у меня дома, то я приготовлю ему, ну и заодно сама поем. А если я одна, то я вообще ради себя стараться не буду. А я вам предлагаю осознанно подойти к этому моменту и приготовить лично для себя вкусное, красивое, полезное блюдо. Не важно, что никто не увидит, как красиво вы посыпались семечками или оформили зеленью или полили каким-то соусом. И самое, наверное, важное в этом пункте, я предлагаю вам с осознанием съесть каждый кусочек. Почувствуйте, что ощущает ваш организм, ваше тело, когда очередной кусочек попадает к вам вовнутрь. Сначала вы нюхаете пищу, затем вы кладете этот кусочек в себе в рот, жуете медленно, закройте глаза, чтобы обострить эти ощущения. Потом почувствуйте, куда уходит этот кусочек, когда вы перестаете его замечать. Это очень классное упражнение, когда я проходила тему психологии питания на курсе на традициологии. Нам предлагали всем сделать такое упражнение. Это как новый уровень контакта с твоим телом. И именно на это направлено мое видео, поэтому это важно. Не буду, конечно, долго заострять внимание на этой теме, у нас еще 9 пунктов впереди, но вы меня поняли. Второй способ полюбить себя действием, это сделать себе максимально на все части тела, которые у вас только есть, уходовые процедуры. Если я хочу сделать такую спа-процедуру дома, то мне хватает буквально полчаса. Мне достаточно закрыться в ванной и на все части тела, то есть на руки, на лицо, на шею, на все тело, на ноги, на волосы. Что у нас еще есть? Ничего больше, по-моему, нет. На ресницы можно сделать, на брови. Короче говоря, я не просто так перечисляю все части тела. Вы максимально должны прочувствовать, что за каждой клеточкой, я не знаю, за каждой частичкой вы поухаживали, вы ее полюбили, вы уделили ей внимание. И сделать это нужно не механически, типа, а я сейчас быстренько там это вот намалевала, потому что так надо. Ну, я как бы не знаю даже зачем это делать. Очень солнце ушло, и все стало синим, да? Я поделюсь тем, что использую я. Чаще всего у меня такой прям действительно есть набор. Сначала я принимаю ванну с солью. Я не буду углубляться сейчас в подробности, но это очень полезно раз в недельку полежать в ванной с солью. Затем я скрабирую все тело, но акцент делаю на ягодицах и на ногах. Конечно же, маска на лицо, и мне очень нравится этот спа-эффект от буквально 90 секунд у себя дома, потому что я использую Уфо 2. И использую ее как масочку на все лицо. Она там нагревается, то охлаждается. Кстати, ее не обязательно использовать именно с маской. Ее можно использовать отдельно просто как охлаждение кожи, просто как нагревание кожи. Обязательно наношу масло на брови, масло на кутикулу. У меня есть такие перчаточки, маска для рук, когда вы опускаете вот так в перчаточки руки, но 10 минут ничего ими нельзя делать. Но нам и не нужно ничего делать, то есть мы делаем все эти процедуры, чтобы максимально побыть в моменте, а не позалипать в этот момент в телефоне. То же самое есть носочки-маски для ног и маска для волос. В общем и целом, это как действительно спа-уход в салоне, только вы это можете делать спокойно у себя дома и полюбить каждую часть своего тела. Кстати, второй пункт закончился, и моя вода уже тоже закончилась. Идем дальше. Следующее, что я вам посоветую, это прогуляться в одиночестве. Если вы еще этого не делали, то я вам завидую по-белому, потому что первый раз, когда вы гуляете не с подругой, не с парнем, там не знаю, или с кем обычно вы гуляете, а просто наедине с собой, сначала кажется немножко странно. Типа, что я вообще здесь делаю, почему я пошел гулять, у меня там вот дела дома. Максимально расслаблено, не торопясь, в темпе в том, в котором вы хотите, прогуляйтесь по вашему городу. Я рекомендовала бы это делать с утра, когда людей мало, только-только вообще начинает все оживать. Можете включить музыку в наушниках, можете прислушиваться к звукам города, можете взять кофе-ту-гоу или заварить дома чай. И прогуляйтесь по вашим окрестностям так, как будто вы впервые приехали в ваш город. Знаете, как будто вы путешественник, и все для вас вот это вот еще непривычно, и вы удивляетесь буквально всему. То есть вы никогда не видели вот эту вывеску, которая на самом деле уже 10 лет висит, наизусть уже знаете, что там написано, и ваш путь там, не знаю, до магазина вам абсолютно известен. Но представьте, что вы все это видите впервые, и посмотрите, попробуйте посмотреть на ваш город другими глазами. Я обожаю так делать, и я всегда что-то нахожу интересное, что-то нахожу новое, действительно новое и прямо уникальное в своем городе. Это помогает еще больше, на самом деле, ценить то, где ты живешь, потому что нам всегда кажется, что там, где мы есть, это не очень. Ну, даже если нормально, то все равно не идеально, вот где-то там точно идеально. Но на самом деле, куда бы вы ни шли, вы уже там, как замечательная фраза гласит. И куда бы вы ни шли, вы всегда имеете ваш мозг с собой, ваши мозги, ваши мысли с собой. Поэтому, если вам где-то нехорошо, то значит, вам везде нехорошо. И четвертый пункт, то, что я безумно люблю делать, особенно когда, вот сейчас будет парадокс небольшой, особенно когда дел много на день, кажется, что ты там ничего не успеваешь, у тебя много-много-много задач, появляется какая-то тревожность, это сделать буквально 10-минутную практику, растяжку-йогу. Казалось бы, у тебя много дел, ты наоборот ничего не успеваешь, но вот эта концентрация буквально минимальная, да, даже если у вас будет 5 минут, оно как будто обнуляет все мозги, все тревожности, все мозги, обнуляет мозги, спасибо за рекомендацию. Ну, вы поняли, обнуляет все какие-то эмоции негативные, тревожность, все, что у вас есть, все, что нужно сбросить, оно вот помогает буквально за 5-10 минут. Опять же, важный момент, да, вам нужно в эти 10 минут не думать обо всех этих задачах, а находиться действительно в моменте. Если вы еще не пробовали никогда йогу, вам кажется, что это какой-то вообще темный лес, йога, это не всегда про какие-то сложные позы и очень глубокую медитацию. Я могу вам оставить в описании очень классный канал, где есть практики йоги вот на любой случай жизни. Вот вам нужно 15 минут есть, практика нужна какая-то, там будет такое. У вас есть 40 минут, вам нужна более какая-то силовая или более серьезная, там тоже такое найдется. То есть классный канал, я для себя действительно его нашла, это не реклама, если что, это просто рекомендация от души. Наверное, придется еще спуститься вниз, вот лень, что делает лень человеческая, да, я просто сейчас снимаю на таком балкончике на студии, и чтобы спуститься, наверное, у меня уйдет минута, но мне реально лень это сделать. А я хочу пить, у меня впереди еще больше половины видео. Ленивая тряпка. Окей, я пошла. Если у вас тоже кончилась вода, можете сходить сейчас на кухню, налить водички. Законно, кстати, я могу сейчас находиться далеко, и вы меня будете слушать и слышать, потому что микрофон у меня именно на моей майке. Вот я сейчас, например, наливаю воду. Послушайте. Потрясающие звуки. Я иду обратно. Сейчас еще глотну, смотрите. Приятненько, да? И я снова с вами, мои дорогие. И следующий пункт, это не просто пункт, это такое упражнение. Я вам предлагаю выписать на листке бумаги, слева в один рядок, все качества, которые вам в себе нравятся. Если вам кажется, что у вас ничего хорошего нет, спросите у ваших друзей. Если у вас нет друзей, спросите у ваших родственников. Я уверена, кто-то у вас есть. Спросите у вашего кота, я не знаю. Обязательно найдите в себе то, что у вас есть хорошее, пропишите это. И дальше, важный момент. Поблагодарите себя за эти пункты, запомните их, и пообещайте себе вспоминать о них чаще, чем о тех качествах, которые вам в себе не нравятся. Ну, чаще всего наш мозг делает именно наоборот. Нам кажется, что мы не идеальны, кажется, что вот это не так, это не то. И все хорошее мы обесцениваем. И это замечательный навык, замечательная привычка ценить и благодарить себя за то, что у вас хорошего уже есть. Но на этом упражнении не заканчивается. Справа мы выписываем то, к чему хотели бы мы стремиться, потому что как бы, да, становиться лучшей версией себя нужно хотеть всегда, иначе идет разрушение, иначе мы идем назад. Мы как бы два пути, либо ты идешь вперед, либо ты идешь назад. Какой-то константы вообще не существует, поэтому если мы ни к чему не стремимся, мы автоматически разваливаемся. Очень интересное замечание. Итак, в правый столбик мы выписываем все качества, которые нам хотелось бы в себе выработать, которые мы хотели бы прокачать в себе. Но сделайте это без какого-либо осуждения. Относитесь к этому как к работе, которая вам предстоит. То есть вы, когда приходите на кухню, у вас там грязная посуда. Вы же не начинаете переживать и прямо, знаете, нервничать. Господи, у меня грязная посуда. Нет, это ваш объем работы. Хочешь, чтобы посуда была чистая, возьми, да вымой ее. И точно так же нужно относиться к любым несовершенствам в вашей жизни. То есть вам кажется, что вам нужно выработать какую-то черту характера в себе. Работайте над ней. Не нойте, не переживайте, не нервничайте. А просто каждый день по чуть-чуть становитесь лучшей версией себя. Это лучшее. И это единственное на самом деле, что вы можете сделать по отношению к себе эффективного, что сделает действительно вас лучше. То, что вы об этом переживаете, то, что вы нервничаете из-за этого, это вас не делает лучше. Более того, это еще хуже действует на вас. Это разрушает ваше здоровье. Когда я писала сценарий, следующий пункт у меня звучал так. Сходить на массаж. Но потом я поняла, что не у всех есть, например, 500 рублей, да, сколько у кого в городе стоит массаж, я не знаю. И это сразу же какая-то такая отмазка. Не, у меня нет денег, у меня не получится. И потом я поняла, что вообще-то я, например, делала сама себе массаж после родов. Единственный инструмент, который вам понадобится, это ваши руки. Если у вас есть сухая щетка, то, ну, круто, можно сделать еще сухой щеткой массаж. Но это не обязательно. Можно все сделать вашими руками. После родов, когда мне ничего из физических упражнений нельзя было делать, но уже как-то взаимодействовать с моей кожей, с моим телом хотелось и надо было. Я своими же руками делала сама массаж, и это было безумно эффективно. Очень классно его совмещать с спа-процедурами, которые были во втором, по-моему, пункте. Например, после душа, когда вы наносите какой-нибудь крем или масло для тела. Но почему я все-таки рекомендую посмотреть видео мастера? Потому что лучше всего делать массаж по нужному направлению, чтобы разгонять лимфу, да. Давайте так, я сама для вас поищу такое видео, какое-нибудь коротенькое, но информативное, и оставлю его также в описании, чтобы вы даже не тратили на это время. Ой, следующий пункт, один из моих самых любимых, это свидание с самой собой. Я это придумала после родов, тоже после родов. Очень много происходило изменений, да, в моей жизни после родов. Действительно, когда времени на себя стало меньше, значительно меньше, я начала его, во-первых, ценить, а во-вторых, выкрадывать его для самой себя. Насколько ценными для меня стали завтраки в одиночестве, в абсолютном одиночестве. Меня настолько не смущало, что я сажусь за столик, а мне подходят, и там говорят, к вам присоединяться, я говорю, нет, ко мне не присоединяться, я буду сидеть одна. Мне так кайфово от этого, я просто сидела с книгой, сидела со своими мыслями, слушала город, не спеша попивала кофе, потому что все мамочки, мне кажется, меня сейчас поймут, когда недопитый чай, это как норма жизни, еда, которую ты вот так вот как-нибудь на ходу съел, и уже хорошо, если ты вообще съел. А здесь я именно наслаждалась процессом, пила потихонечку свой кофе, и больше всего, что мне нравилось, я брала с собой блокнот, выписывала свои задачи на неделю, на день, просто свои какие-то идеи, могла заполнять дневник. Я не каждый день веду дневник, типа, что со мной происходило в жизни, какие-то интересные события, а так вот, по настроению, по наитию, когда именно хочется что-то запечатлеть. Это так заряжает на весь день, вообще все эти пункты заряжают на весь день, если честно. Но вот это, это еще и совмещение приятного, да, то, что ты что-то поел и провел время с самой собой, с самим собой, с самой собой, с самим собой. Следующее, что я вам порекомендую сделать, это потанцевать. Потанцевать под любимую громкую музыку перед зеркалом, так, как ты хочешь подпевать, двигаться, потому что у нас действительно такая распространенная проблема, что мы не только не любим, не принимаем свое тело, постоянно его осуждаем, так мы его еще и даже не знаем, мы его мало видим, редко видим. Я не говорю, что это происходит у всех, но я вижу запросы с вашей стороны, я понимаю общую картину, общие какие-то проблемы, общие боли людей. И именно поэтому я говорю о таких пунктах, о таких вещах, которые, вот, казалось бы, какие-то странные, зачем мне танцевать, что это безумно раскрепощает, это знакомит вас с вашим же телом, это заряжает невероятно, потому что это эндорфины. Вот сейчас я делаю то, чего не рекомендую делать никогда, это когда ваше лицо начало потеть, а вы вместо того, чтобы взять матирующие салфетки и убрать лишний жир, вы берете пудру и наносите на лицо. Но я, к сожалению, не взяла матирующие салфетки, а блестеть перед вами я не хочу. Но вообще так не надо делать. Я, знаете, я сейчас как тот родитель, который курит и говорит, сынок, только ты не кури, пожалуйста, в жизни, это так вредно, и затягивает сигарету. Мы близимся к завершению. Девятый пункт – это медитация. Я специально убрала его напоследок, потому что очень многие люди не практиковали медитацию и почему-то думают, что это что-то очень сложное, требует какой-то нереальной подготовки, но на самом деле нет. Медитация – это как любой другой навык, просто требует постоянного повторения, и тогда будет получаться все лучше и лучше и лучше. Что нам дает медитация? На самом деле, об этом можно снять вообще отдельное видео, но если так вкратце, в контексте нашей темы, это проясняет ваш разум и, опять же, позволяет побыть в моменте. Мне безумно нравится йога-нидра – это когда ты свое внимание с закрытыми глазами, ну или открытыми глазами, кому как комфортно, но чаще всего закрытыми у нас так обостряются ощущения, мы переводим свое внимание с разных участков своего тела. То есть, я вам сейчас, например, скажу – ощутите большой палец вашей правой ноги. В смысле ощути? Ну, вот он, наверное, у меня есть. И именно в практике йоги-нидры вы настолько чувствуете свое тело, что можете передавать, например, тепло, и чувствовать это тепло в разных частях вашего тела. Хоть на подушечке безымянного пальца правой руки, хоть на левом веке, например. Это просто практика на самом деле, это никакая не магия, это все в нашей голове. Если вы абсолютно новичок в этом деле, я, опять же, в описании могу оставить ссылку на медитацию буквально на 5 минут, когда вам голосом помогают погрузиться в нужное состояние и вас будто направляют. То есть, ну, тяжело иногда в тишине, да, когда ты первый раз практикуешь, ты такой – сел, и что? Что мы делаем дальше? А когда это сопровождается какими-то голосовыми подсказками, что именно вам сейчас прочувствовать, что отключить, да, какие-то негативные мысли, то это помогает. Ну, и десятый пункт, на самом деле, это у нас не градация никакая. Я считаю, что каждый пункт здесь абсолютно эквивалентен другому. Нет такого, что десятый намного лучше, чем первый. Десятый пункт я посвятила тому, чтобы вы сделали и делали, собственно, часто, то, от чего у вас горят глаза. И здесь нет такого определенного какого-то пункта, потому что, если я вам сейчас скажу, рисуйте, для кого-то это прям, не знаю, отдушина, он начинает рисовать, и у него прямо мозги прочищаются, он уделяет себе время, у него настроение лучше, а для кого-то это вообще непонятно зачем, почему и как. И он бы лучше в этот момент, например, постряпал пирожное, и у него тоже была бы своя какая-то медитация. Поэтому это, наверное, задание для каждого, разобраться вообще с самим собой, что вам нравится делать. И классный такой вопрос, который еще в школе нам задавали. Что бы вы делали, если вам не нужно было бы зарабатывать на жизнь, вот материально бы обеспечено, так вот чем бы вы занимались? И тогда вот просто парадигма, знаете, немножечко смещается. Ты, например, думаешь все время, что тебе нужно вот это, чтобы заработать, чтобы вот это иметь, это получить, вот так устроена жизнь. И немножко забываешь про то, что у тебя есть внутри, немножко забываешь про то, к чему у тебя вообще склонность, что тебе нравится делать. И порой вот это упражнение очень сложное, потому что настолько ты уже как будто заглушен вот какими-то стереотипами общества, настолько ты не понимаешь, куда, что, кто ты есть, в принципе. Так что ответить на этот вопрос может быть нелегко, но, поверьте, очень полезно. Вы 100% откроете новые грани, и, возможно, вообще поменяете немножко свой взгляд на то, что вы делаете. Фух, ну что? Я очень рада, что я сняла такое видео, что могу затрагивать такие темы, и что они вам откликаются, самое главное, потому что, когда я начинаю что-то такое вот вещать, болтать, я вижу то, как вы это принимаете, да, насколько вам это важно и интересно. У меня прям бальзам на душу, что мы можем поговорить о таком, что я могу чем-то помочь. И в этом видео я хочу снова разыграть небольшой презент для одной из моих красоток. И так как мы сегодня говорим на более такую вот тему любви к себе, ухода, я разыграю именно уходовые средства. Я разыгрываю набор уходовых средств от ЦРВ. И для участия в конкурсе тебе нужно подписаться на мой канал, подписаться на мой Инстаграм и написать в комментариях, какой пункт из мною перечисленных ты когда-либо практиковала или, может быть, хочешь попробовать и почему. Кстати, что делать вообще с этим списком? Как им пользоваться? Делать его в один день или как? Здесь нет руководства к действию, нет такого, что каждый день нужно делать что-то одно или каждый день все 10. Я бы вам порекомендовала каждый раз, когда вам приходит в голову какая-то осуждающая вас мысль, которая вас разрушает, которая абсолютно деструктивна, которая лучше абсолютно вас не делает, а делает ситуацию только хуже, еще больше добавляет тревожности, вводит в вас какой-то депрессняк. Делать один из этих пунктов из этого списка. Мне кажется, вот такое применение к действию этих пунктов. Делайте сколько хотите, этого не может быть много. Я верю, что все ответы на самом деле на наши же вопросы есть у нас в голове. Нам просто нужно учиться себя слышать, слушать и доверять себе. Вот такой вот у нас сегодня разговор. И улыбайтесь чаще, красотки. Пейте воду, конечно же. Приглашаю вас в свой инстаграм. Там вы меня можете видеть намного чаще. И до новых встреч. Пока-пока.